Вот по такой модели. Лев, это означает льва. Вообще, я тебе хочу сказать, что фамилия-то артистическая, красивая, совершенно спокойно можно было и обойтись без псевдонима Короленко. Это не псевдоним Короленко. Ну ладно. Это имя литературное, сценическое имя. В отличие от псевдонима, это моё реальное сценическое имя, которое выражает для меня дух того, что я делаю. Ну да. Дух. Я понимаю, дети подземелья. Сразу ассоциация первая, которая рождается. Нет, дети подземелья, конечно. Но, но, дети подземелья, это же что? Это, как мы знаем, позволю себе напомнить, как такие кокетливые профессора говорят на кафедре, они боятся студентов обидеть, что они не знают. Позволю себе, и так кавычки показывают, позволю себе напомнить, что дети подземелья, это редакционное название, которое не нравилось автору, его прекрасной повести про бомжей, которую называлось «В дурном обществе», с намёком на маргинальность, пограничность, поведенческую, социальную. Изображали судьбы искалеченные, как кто-то бы сказал. Но в этих судьбах блистала сквозь эти лохмотья какая-то душа. И то же самое рассказ, вот это вот, говорят, человек создан для счастья, как птицы для полёта, спросишь, даже филологи говорят, это сказал Горький. А это сказал кто? Короленко. И Короленко это сказал где? Устами героя, калеки, которые, у него были огромная голова, совершенно начисто отсутствовали руки, и брат его возил по городам и местечкам, как балаганного шута, который ногами показывал всякие штуки. Видишь, уже рифмуя, руки, штуки. Так он курил ногами, крестился ногами, писал такие, как мы бы сейчас сказали, fortune cookies, и раздавал людям. На одной из них было написано, человек создан для счастья, как птица для полёта, и все смеятся, что даже крылья, какие крылья, когда у него даже рук нет. Трагический рассказ, а приписывается Горькому, наполняется каким-то ложным жизнерадостным оптимизмом, а это сказал один из троих, драматических героев. Тестная песня, очень популярная песня последних лет, я за твоим творчеством продолжаю следить, тем более, что у тебя многомиллионная армия поклонников, вполне, на мой взгляд, заслуженная. У тебя есть, очень популярна была песня, с абсолютно неприличным названием, но надо сказать, что ты меня поразил тем, что придумал замену этому названию, и вместо великолепного слова подобрал похожее, чудовище. Я думаю, что это, в общем-то, аморальный поступок со стороны автора, и я бы сказал, что ты проявил несвойственное тебе раньше лицо такого конформиста, который согласился заменить такое замечательное слово на слово чудовище, только для того, чтобы эту песню всюду записать. Сейчас я докажу, почему это было всё наоборот. Это наоборот, эта песня была записана и получила обалденный трафик, именно когда в ней было много грубых слов, включая название. Именно тогда она получила наибольший пиар. Когда я её заменил, это был нон-конформистский жест. Почему я это сделал? Во-первых, меня несколько раз в определённых аудиториях просили заменить все слова, которые могут кому-то показаться грубыми. Тогда я заменил в экспериментальном порядке, из уважения к конкретным аудиториям, где меня просили это сделать, зачем мне нужно людей мучить и делать то, что они не хотят. Я пришёл им дать радость. Я заменил. И мне показалось интересно, как это звучит. Интересно поэтически, экспериментально. Например, даже слово «козёл» я походу заменил на «осёл», потому что оно тоже показалось грубым. — Подожди, хочешь сказать, что «осёл» — это как-то в этом контексте более интеллигентно. — Безусловно. «Козёл» — это книжная такая литература. — Ну, по сравнению с заменой того слова, которое было на «чудовище», это «детский литер». — Напротив, напротив. Радикализм жеста виден в замене «козла» на «осла». — Так, Паша, всё, пой. — Да. Значит так. Но эта же песня требует же маленькой преамбулы. — А может, ты сначала споёшь? — Нет, иначе никто не поймёт. — Ну, хорошо, да только маленькую. — В общем, это патриархальный дуэт. Мужчина лежит в позе восточного деспота, возлегает, и произносит некоторые стейтменты. А женщина, поскольку она его верная раба, она соглашается с ним в каждом слове. Вот премьера была в Израиле, мы вообще эту песню поём с Наташей Беленькой из города Иерусалима, и собираемся записать. А когда нет Наташи, либо аудитория поёт со мной. Ну, кто из зрителей хочет подпевать за женщину, я приветствую это. А я сейчас буду петь, видимо, за обоих, чтобы понять не было. — Давай. Чудовище, я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Чудовище, я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Хорошая я, чудовище ты, мне так не хватает твоей черноты. Живу, как свинья, живу так давно, ты там угораешь, а мне всё равно. Живу, как свинья, живу так давно, ты там угораешь, а мне всё равно. Живёшь, как свинья, живёшь так давно, ты там угораешь, а тебе всё равно. Живёшь, как свинья, живёшь так давно, я тут угораю, а тебе всё равно. Чудовище, я, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Чудовище, я, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Чудовище, я, хорошая я, чудовище ты, мне так не хватает твоей пустоты. Опять я чудак, опять я осёл, опять я себя безобразно повёл. Опять я дурак, опять я осёл, опять я себя безобразно повёл. Опять ты, чудак, опять ты, осёл, опять ты себя безобразно повёл. Опять ты, чудак, опять ты, осёл, опять ты себя безобразно повёл. Чудовище, я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Чудовище, я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Хорошая я, чудовище ты Мне так не хватает твоей черноты Гори я огнем, долбись я конем Я знаю, всегда мы друг друга поймем Гори ты огнем, долбись ты конем Ты знаешь, всегда мы друг друга поймем Гори ты огнем, долбись ты конем Ты знаешь, всегда мы друг друга поймем Гори я, хорошая ты Мне так не хватает твоей чистоты Гори я, хорошая ты Мне так не хватает твоей полноты Гори я, чудовище ты Мне так не хватает твоей черноты Гори я, чудовище ты Мне так не хватает твоей пустоты Но я спою не из симпатии к дьяволу Там было такое Раньше я был У меня есть такая песня, называется «Раньше и сейчас» Где я перечисляю изменения, которые произошли в жизни Например, там, скажем Раньше я курил три пачки в день И работать было мне не лень А теперь живу без сигарет И работать сил в помине нет Раньше я был друг широких трасс И кричал, шофер, жми на газ А теперь боюсь сломать костей И бегу в высоких скоростей Раньше я был верующий лох И считал, что есть о свете бол А теперь я рьяный атеист Верю лишь в художественный свист Раньше я неверующим был В храм ходить и вовсе позабыл А теперь на клиросе пою Песенку последнюю мою Ну, в общем, песня Rolling Stone «Симпатия к дьяволу» Она, на мой взгляд, очень христианская И она же может быть и еврейская Светить всем телезрителям Я вас очень люблю Я хочу, чтобы вы подпевали Каждую вторую половину куплета Песня называется «Жизнеописание Абраши» Это замедленное повествование Каждая строчка песни Это целая веха жизни Абраши Она длится либо несколько лет Либо происходит много лет спустя После предыдущей строки Это такая длинная песня Мы должны прожить с Абрашей Каждую веху его жизни Поэтому вторые полкуплета Ну, я подскажу Помогу, где подпевать Паш, подожди Так это премьера Это эксклюзив Подожди секунду Это эксклюзив для нашей программы? Полный эксклюзив Я тебя очень благодарен Да Я, конечно, посвящаю тебе Посвящаю всем вам Дорогие, милые, люблю вас Хочу спеть вам песню «Жизнеописание Абраши» Абраша работал завмагом Часы золотые украл Его посадили в тюрягу А он из тюряги сбежал Его посадили в тюрягу А он из тюряги сбежал Жил в тундре, корнями питался Скрывался в поселке одном Сжег паспорт, Андрюша и назвался Менты позабыли о нем Сжег паспорт, Андрюша и назвался Менты позабыли о нем У леса построил избушку Густой бородою оброс Завел молодую подружку Поссорился с нею всерьез Завел молодую подружку Поссорился с нею всерьез Бродягой пошел по дороге В деревню к сектантам попал Впервые услышал о йоге Почитывать Библию стал Исправил себе документы Поехал работать в Москву Дружили с ним там диссиденты Курить научили траву Из хайфы пришел к нему вызов В отказе тянулись года Вручили желанную визу Абраша уехал туда В кибуц захотелось Абраше Он жил там четырнадцать лет Частенько стал думать о Браше Купил до Самары билет Частенько стал думать о Браше Купил до Самары билет Риелтором стал он в России Продал много сотен квартир Почувствовал бабки большие Объездил туристам весь мир Почувствовал бабки большие Объездил туристам весь мир Невесту нашел из Чикаго Подарком стал скорый залет Семь лет оформлялась бумага И села семья в самолет Семь лет оформлялась бумага И села семья в самолет В Сиэтре купили дом новый У них родились сыновья Жена полюбила другого Распалась большая семья А Браша стал членом Гринписа Засел мемуары писать Внезапно в парнишку влюбился Позвал жить в Америку мать Внезапно в парнишку влюбился Позвал жить в Америку мать Почитывал доктора Силса Купил двухметрового пса Крестился, поверил в Иисуса Комьюнити-ворк занялся А Браша работал за бумагом Часы золотые украл Его посадили в тюрягу А он из тюряги забежал Его посадили в тюрягу А он из тюряги сбежал И никому не нужно грех И никому не нужно грех Был ранний час, и мы вставали Из руки Божья, где мы спали Как долго, не могу сказать Все прошлое были и настало И то, что было, очень мало И мы теперь должны начать И мы теперь должны начать Что будет, ты не беспокойся Да от погибели не бойся Ведь даже смерть только предлог Что еще хочешь за ответа Да будут ночи полны света И дни сияющего света И будем мы, и будет Бог И будем мы, и будет Бог Уныло Все минует, все пройдет Что пройдет, то будет мило Я рад, что ты все-таки не очень изменился За эти четыре года Знаешь почему? Потому что ты читал именно это стихотворение Четыре года назад Это меня очень радует, что это стихотворение Остается твоим любимым Важно Паш, спасибо тебе большое Очень рад, что ты выбрал время и пришел Очень рад был с тобой побеседовать Несмотря на то, что ты сегодня опять В совершенно ином облике Но тебе борода идет Я тебе желаю радости творчества Я тебе желаю, чтобы всегда у твоей аудитории Не в зависимости от того Лекция это в университете Или зрительный зал На тебя смотрели те глаза Которые тебе хочется видеть Спасибо тебе большое Спасибо тебе тоже Дорогие друзья Наша сегодняшняя программа подошла к концу Спасибо, что вы этот час были с нами До встречи через неделю И будьте, пожалуйста, благополучны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому